Сколько бы рецептов хлеба с добавками не существовало, никогда не перестанут появляться новые. Вот и сегодня я хочу поделиться с вами моим самым любимым и вкусным рецептом полезного и здорового хлеба. Без муки и без масла. Он настолько вкусный, что просто невозможно оторваться. Вначале я готовлю смесь из семян подсолнечника, тыквы, кунжута, чия, молодых семян льна. Перекладываю смесь в глубокий салатник. Вы же можете использовать те семена, которые у вас есть. В салатник высыпаю подготовленные овсяные хлопья. Все тщательно перемешиваю для равномерного распределения мелких семян с овсяными хлопьями и семечками. Заливаю смесь горячей водой и оставляю так замачиваться на 20 минут. Семена и хлопья хорошо пропитались водой, увеличились в объеме. Вот примерно так. Несколько минут разминаю массу рукой и замешиваю тесто. Конечно, можно все сделать ложкой, но так намного удобнее и быстрее. Тесто замешивается очень легко и быстро, получается эластичным и очень нежным. Итак, наше тесто готово. Теперь я подготавливаю форму для выпекания. Сегодня я буду использовать прямоугольную стеклянную форму для кексов и хлеба. Особого значения форма не имеет. Берите ту, что сейчас есть у вас под рукой. Смазываю ее оливковым маслом и перекладываю тесто. Выравниваю поверхность теста и немного утрамбовываю его, чтобы не было пустот внутри. Делайте это не спеша, аккуратно распределяя тесто по всей поверхности. В самом конце немного смазываю оливковым маслом и посыпаю сверху семечками подсолнечника, тыквы и кунжута. У нас, в принципе, все готово. А самое главное, что он получится абсолютно у всех, даже у тех, кто с выпечкой на вы. Оставляем так тесто еще минут на 20, чтобы оно хорошенько отдохнуло. А пока разогреваем духовку до температуры 200 градусов. После этого времени отправляем форму выпекаться в духовку на 70 минут. Ох, вы только посмотрите, какой аппетитный, румяный, с хрустящей корочкой из семян хлеб у нас получился. Он не только похрустывает при нарезании, но и очень мягенький внутри. А какой сейчас аромат, вот вы себе просто не представляете. Очень аппетитно. И хочется быстрее попробовать. На первый взгляд, может показаться, что возиться с хлебом, это не очень хорошая идея. Но вот один раз попробуйте, и вы точно захотите печь его как можно чаще. Потому что здесь ничего сложного нет. Такой хлеб очень сытный, так что много вы его точно не съедите. Но повторить удовольствие непременно захочется еще и еще. Так что обязательно приготовьте. Очень рекомендую. А я желаю вам приятного аппетита и уже с нетерпением жду вас в комментариях. Как вам такой рецепт? Ставьте лайк, мне будет очень приятно. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего новенького не пропустить. И обязательно подписывайтесь, если вы еще не со мной. И уже совсем скоро увидимся. Пока-пока.